Слушай, мы работаем. Я очень сильно люблю пить за 4 сыра. Смотрите на плечи. Вот это плечи. Макароны, я понимаю. Посмотрите на это. Что это за... Я не могу. Я выбрал мороженое, нормально? Ну что, ребят, всем привет. Наконец-то пришел этот день. И сегодня мы обменяемся рационом с литоняшкой, с Машей Соколовой. Всем привет, ребята. Давно, давно мы не встречались с Ловой. И почему-то каждая наша встреча предполагает наличие еды. Опять я страдаю. То есть у Ловы-то будет все легко, а у меня 500. Сколько калорий? У меня в среднем 1500-1600. Ага, ну у меня, короче, в среднем 4000-4500. Вот, всего лишь в 4 раза больше. Всего лишь. Всего лишь один день, как обычно, почти 3 мои. Так, короче, тут можно легко, наверное, предсказать, что Маша сегодня будет страдать. Мне будет прям по-хайфу. Возможно, я буду немножечко голоден, но это, в принципе, не проблема. Поэтому давайте не будем томить, начинать это видео. Пойдем сейчас в магазин, закупимся продуктами, узнаем, сколько чего у кого стоит. И будем начинать с первой прямой пищи. Погнали! Грудка. Грудка. И возьмем... Можно я не буду страдать грудками? Ту! Я просто как-то, у меня таких 4 прямой пищи. Ну, это типа с риса нормально. Чтобы заливало нормально. Остались углеводы. Это гречка и рис. Сколько здесь у нас примерно? Калорий? Да. На 1600. 1600. Ну, это завтра. Завтра мы работаем. Короче, ребят, начинаем мы с чего? Правильно, начинаем с яиц, помидорок и бекона. На самом деле, знаете мой рацион, поэтому так, сейчас по-быстрому все покажем вам. И самое главное, покажем, сколько, что у кого стоит, что почем вообще. Хорошо, если не завтра. Так, самое главное, проверяем яйца. Нормально. С чем тому похоже? Знаете, яйца проверить в магазине, это святое. Иван, а корзину точно так несет? Она неудобна, бро. Она же катится. Я даже вот такую и нес бы, понял, рука. О, честно. Хотя пока Маша ушла, мы все-таки возьмем ей, может, на ней рыбки, бро? Пачки четыре, да? Маша, ну нет, нет, ты что? Ну, может быть, две пачечки, Маша. Ну, смотри, какие там глазки. Глазки, покажи. Как мило. Мы с утра просыпаемся и попачкать так есть сразу. Фу. Да, вот за честность, я бы, я не... Это достановый тяги. Не то, чтобы я прямо гурман, но вот такое я вообще не представляю, кто это ест. Что, смотри, самое главное, занимайся шоу. Так, и дальше тосты нужны. Какая вообще хрена, вот ты ешь маффины и ходишь с таким вот, типа... Ну, это... Это маффины работают. На ебка, извините меня, не бывает так. Ну что, ребят, короче, по цене у нас получилось у меня 1700, у Маши 1600. 1700 у тебя? Как это так? Ну, у меня не стоит забавить, что фастфуд еще будет, там где-то рублей еще 800 плюс. Вот, поэтому плюс-минус... У меня получилось 1600, да, всего. Да, плюс-минус. Одинаково. Так, короче, мы уже закупили. Здесь находятся все мои продукты. Не забывайте, что здесь будет чуть-чуть фастфуд, там на кухне схожи. А здесь Маша. Ну, в принципе, Маша не намного меньше. Но все же там очень маленькие порции. Везде там хоть чуть-чуть берем. Вот, ну и, конечно же, начинаем сейчас с первой прям пищи. Маша будет готовить завтрак. Да. Итак, я ем на завтрак. Заложу лук, прикинь. Ого. Захлопка? Лук, как? А есть мешанина? Самый главный вкус. Нормально? Как? Пожарить побольше их или? Да ты даже очень-то без разницы. Как кишнице? Мне нравится, как готовят мужчины просто. Я обожаю за этим наблюдать. Все мимо сковородки. Сырая сковородка на плиту. Туда сверху нахерачил масло. Все это брызгало просто. Вот так же помыл, сразу же поставил на горячую комфорту. Короче, ужас просто. Но главное с душой, как бы. Ничего тут не поделать. Но выглядит очень концептуально, я бы так сказала. И махом все преворачивается. Ого. Ого. А это скилл. Ого махи, что ли. Это прям заслуживает уважения. О, сюда. На самом деле мне очень нравится. Я, конечно, извиняюсь. А вы не берете кофе? Вот так вот примерно выглядит завтрак. Но это еще не все, потому что у нас будет еще два больших шоколадных маффина. И стаканчик сока апельсинового. Здесь же их. Оно там нет. Это тебе. Мне нравится. Пока на самом деле мне даже очень... Да. Выглядит прям хорошо. Не все как бы. Это я уже вот задумалась тут, конечно. Короче, я сегодня как официант. Я прям вспомнил, как я официантом работал. Мне нравится так в гости приезжать. Короче, наш турнир прием пищи номер один уже готов. Как бабушка. Как вы понимаете, вот здесь должна быть перегородочка. Это все мое, точнее, то, что Маша кушает обычно. Вот. А здесь все у Маши. Да, вот это все мое. Чтобы вы понимали. Мы так примерно прикинули. Но здесь больше, чем 1500 калорий явно. Только в первом приеме пищи. Вот этих у сладеньких маффинах по 400 калорий в каждом. Класс. Вот. Поэтому, соответственно, что мы тут, опять на пидах? Да, взаимно. Сил тебе. Вовы завтрак на 296 калорий. Блин, ну здесь, конечно, углеводов так себе, да? Да. Я углеводов еще мало ем. Буду готова к этому. Что, работаем? Я же с горбикона не отказался, на самом деле. Я могу с тобой поделиться у меня совсем немного. Не-не-не. Слушай, вкусно-то как? Мне нравится. Угу. Я хлеба не ела, но еще сто лет. У меня есть 200 калорий? 298. Ну вот, ну я почти закончил. Я считала пока 50% в первой тарелке, но мне вкусно. Хотя у меня впереди ждет два маффина, это не бывает. Впереди два маффина. Ну что, это уже все? Ждем тебя, Маша. Угу. Еще маффины переди, все такое. Вот. Ну я думаю, честно говоря, что ты с маффинами прям не справишься вообще. Я попробую к ним приступить, я же не лох. Но не обещаю. И, собственно, гвоздь программы. Гвоздь. Гвоздь. 800 калорий. В двух вот таких вот шоколадных. Осилила один маффин. И могу сказать, что с вторым я не справлюсь. И это стратегический и очень логичный ход, потому что впереди еще очень много еды. Ты где макрохи, Маша? Да. Это прям шкозырь в рукаве у меня. Возможно, он бы считает, что я слабак, но нет. 1200 я сделал примерно, это сильно. Это респект. Дальше. Осталось еще. Остался прием пищи 2, и потом уже тренировочка, думай, дальше будет легче. Так, ребят, ну что, наш прием пищи 2 уже готов. Димаша я сделал 150 грамм макрох, примерно 300 грамм курицы. Вот, ну а здесь... В сравнении с моим просто у меня курица. На самом деле, я просто не налегаю на белок, я больше ем жиров. Ага. Поэтому у меня курочки вот там типа 100 грамм нормально. Ну, чуть белка больше. Примерно грамм 70. Ну, в 10 раз примерно больше, чем у меня. Блин, ну на самом деле, курица, мало курицы, гречки там чуть-чуть. Чисто перекусить перед зальчиком так, чтобы не умереть. Вот, ну а тебе приступит вот это. А, еще, стоп, еще же соус какой-то был у нас. Вот, точек. Да. Все, можно теперь работать. Еще очень важный элемент в обеде. Вовчик, это кола-зеро. Я пью ее в больших количествах и считаю продуктом совершенно допустим. Не, нормально тоже пью, и у нас, наверное, нормально. Я даже на сушке пью. Это кола-зеро будет соус с грибами. Да, это к пасте. И кофе елке кури черной. Ага. На самом деле, прошло... Немного времени? Немного времени. И у меня еще, честно говоря, не успело все улечься. Давай. Тебе, что тебе помочь? Я, естественно, сытая. Вижу. И то, что я вижу, меня, конечно, очень сильно пугает. Но, раз уж мы договорились, значит, будем есть. Нормально сделал? Могу отметить, что ты очень даже хорошо готовишь, знаешь. Опыт с днем пирациона уже большой. Я справилась с макаронами, но с курицей справилась не до конца, но съела я реально много. Мне курица была офига. Поэтому тут, типа, достоинство сытая. Но я держусь, я держусь. Зная, опять-таки, предыдущий опыт наших съемок, я теперь понимаю, что вот когда я чувствую, что я уже реально прям сытая-сытая, лучше подождать. И потом сделать чуть-чуть еще там, еще прям пищи, и там съесть больше, чем заразь вот так резко, потому что потом ты просто не можешь переварить. Потому что третья прям пища будет очень жесткой. Угу. Очень жирный. Очень жирный. И вкусный. Как я, примерно, жирный. О, да. Все, погнали, ребят. Сейчас с ним дорогу в зал, и видим сами в задчике. Ого. Безуха была. Бро, нормально я езжу? Прогресс? Отлично езжу. У нас, короче, в каждом нашем влоге отстеживается мой прогресс в вождении. На самом деле, прогресс... Да нет такого прогресса, чувак. Ты как ездил, хорошо, так ездишь. Прямо с первого раза. Сколько? Где-то несколько недель, как я получил права. Ну, а ездишь ты раз в десятый, наверное. Энка, самый... Яндекс.Такси. Твоего вождения? Ну, я как человек, который пошел в автошколу, у меня завтра состоится уже второе занятие, могу сказать, что это круто. Ну, до всего, работает. Ты чувствуешь себя уверенно. Мне было очень комфортно, поэтому ты молодец. Ты поставишь мне в Яндекс.Такси 5,9? Славь мне 5 баллов, и там еще это, чаевые добавляю. Да, да, да. Комфортная поездка. А сколько чаев будет? Много чаевых? Посмотрим, здесь-то тренировки. Ну что, короче... Готов всякие бабские? Бабские? Ну, да, если я сюда пришел, значит готов. В общем, находимся уже в зальчике. Сегодня я должен был тренить плечи, поэтому Маша будет включать плечи по моей программе тренировок. Да, мы поменяемся. А я должна была тренировать ноги. Соответственно, я буду тренировать себе ноги. Ну, я скажу тебе одно. У тебя будут большие веса, скорее всего, такие. Ну, меренно большие там, да? Вот. И какие-то там такие жесткие жимы, там все такое. Ну что, короче, вот лавка. Первое упражнение у нас будет жим гантелей сидя. Ого! Что-то пошло не так. Нормально. Так, ну все. Я, кстати, специально надела футболку. Под нее у меня топ. Сейчас я напамплю плечи. И потом покажу свои красивые плечи, которые нарастило за время карантина. Ну, я не покажу, потому что у меня нет. Почему? Короче, Маша, если я типа падаю, сразу вызываю скорую. Ну, я так не буду. Снял так, как дура, но это просто... Это просто... Гриф. Вова, Вова. Что такой жесткий? Из-за. Четыре по десять таких. Короче, на самом деле, четыре места я балкей. Да, и мне были наколенники, пояс. Все, короче, практически здесь. Я приседал с небольшими весами. Но приехал сюда, делал наколенники. И вроде нормально. Все осталось, все четко. Поэтому работаем. Короче, 15 в стороны и 15 вперед нужно. Тебе небольшой вес? Да, серьезно. Не, я говорил, суперсет, Маша. 15, 40, 15 вперед? Да. А еще у меня заложило уши, ничего не скажешь. Сразу видно, что Макурова катала, Маша. Придел сюда последний. Красава, ну опять. Пойду пристать. Я уже не могу руку подьти. Смотри. Что, как идет Машина? Просто, я прямо чувствую. А что ты так памперс, смотрите на плечи? Вот это плечи. Макароны, понимаешь? Выключаются. Макароны и курица. Тут просто белый хлеб. Не, вот это, короче, маффины. Вот это макароны здесь. Просто, ты посмотри на это. Не, жестко на самом деле. Машина. Машина на самом деле очень... Короче, ребят, теперь доказано. Вот, что рацион, как бы, у меня рабочий. Реально. Вот сейчас я просто уверяю, что в конце тренировки я поднимаю футболку, а дам пресс как губовчика. Просто такой же глубокий, сеченый. Плохо? Да. А что не так? Она показывает мне. Ну, типа, ты когда садишься, у тебя уходит вперед колено. Ага. А когда ты работаешь назад, твоя задача сесть прям жопой назад в пол, чтобы колено над пяткой у тебя осталось. И прям ягодицы все вперед в поле. Субтитры сделал DimaTorzok. Делаем вот таких вот 10. Мы поднимаем, короче, до середины, до 90 градусов. Вот, потом сделаем 10, встаем. И вот 90 тоже делаем 10. Ага. Вот, и потом делаем сразу же молотки, даже 10. Ага. Все, прям, пока. Все, прям, пока. Да-да-да. Да-да-да. Знаешь, это? Да, конечно. На-на-на-на. Все. Все, короче, ребят, мы закончили треньку. Маш, как тебе вообще? Нормально? Плечи, руки там болят? Ну, они так подзабились. На самом деле, я очень сильно рассчитывала, что я проголодаюсь за тренировку. Но вообще ничего подобного просто. Я сытая. А впереди еще два приема пищи. Один из них приятный, мороженка. Вот она вообще залетела. Да, мороженка топчик. Но вот типа, что там, рыба с рисом, да? Рыба еще и, да. Вот это воду щенек. Ну, как бы сейчас будет фастфуд, поэтому все должна... А-а-а, я забыла! А-а-а, так еще фастфуд, а потом еще рыба с рисом. Потом, короче, это будет секрет небольшой, но, что самое главное, сейчас будет много калорий. Блин... Как ты любишь? Я реально забыла. Вот, ну а я, в принципе, я очень голоден, потому что много приседал, много качал ноги. И жопа еще прям крепатурит уже. Уже крепатурит. Поэтому сейчас заказываем хавчик, готовим и работаем. Хуен, я надеюсь. Так, скотч, играем в пиццу. Вот эта картура, она нужна, чтобы пицца, сырная, да? Сырная. Давай сырная. Здравствуйте. Так, уже есть, да? Все, работаем, спасибо. Так, ребята, ну что, прием пицца номер три? Для меня тут у нас... Ого, как мощно. Ой, на самом деле, Вон только что сказал, давай это, распакуй у меня орехи. Я орехов в день ем 40 граммов. Это, как бы, вообще небольшая горсть. Давайте больше хлебцев там может быть. Ладно, так и будет, пускай будет их пять. Ого, вот это уже серьезно. Так, что, ребята, как вы поняли, у меня будут орехи и хлебцы. Вот надо у тебя, Маша, конечно же, будет жесткий такой прям пищи на массу. Так, чтобы всем было понятно, с чем мы работаем. Нормально? Блин, вот на самом деле, я очень сильно люблю пиццу и четыре сыра, реально очень сильно. Но почему-то конкретно сегодня она попала в мои руки, в тот день, когда я, в принципе, на еду не могу смотреть. Так, короче, в ней ровно тысяча килокалорий. Вот, и еще у тебя будет сок апельсиновый. Да е-мое. Плюс 200 калорий сверху, раз. Так, 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 так. На мах, на мах. А что бы ты сейчас хотел больше съесть? Ну, это как ты думаешь. Нет, пицца вообще крутая очень. Мне кажется, максимальный контраст. У меня такие хлебцы сухие. А Маше пицца такая прям сочная, жирная. Ну что, ребят, мы, короче, сделали это. Маша там остались курочки, но это защитно, это есть. Я на самом деле очень голоден, хочется прям белка и хочется каких-то углеводов. То есть, ну, орехи такое. То есть, насытился, типа, знаешь, вроде желудка что есть, но хочется прям микроэлементов. Поэтому, я думаю, сейчас я готов прям сейчас сковать, последний прям печень. Я уже, я с ним как раз таки веду перебор, я говорю, пожалуйста, братишка. Мороженое, хотя бы половину, умоляю. Мне кажется, килограмм, посмотрите на это. Что это за углеводная бомба? Нет, честно, я только за. А, ты явил как. Углеводно-жировая. Так. Короче, да. Для Маши я сделал небольшой там салат с овощей и рыбу. И самое главное, конечно, мороженое. Это мой последний прием пищи чисто перед сном, чтобы было настроение хорошее. Вот. Как ты думаешь, тот факт, что я сейчас села на стул и он просел ниже, чем предыдущие четыре раза. А ты, короче, скажи... Пора остановиться. Я сажусь и каждый раз так оп-оп. Да, короче, стульчики, если можете задорами, вот. И Маша каждый раз, типа, садится. И если бы еще прием пищи был, типа, ты будешь сделать... Вот так, знаешь, попорозьми. Да, такая голова была. Короче, что я могу сказать? Я не могу. Не потому, что я лошара, я сдаюсь, а потому, что это действительно уже перебор для меня. Я понимаю, что если я сейчас ем, то мне будет тяжело, потому что это белок, это жиры, это огромная нагрузка на организм. Особенно, если вы не успели переварить предыдущий прием пищи. Складываю свои полномочия, отказываюсь от этого прием пищи. Опа. Не, ну ты билась до конца, мы с вами. Я старалась. Мне реально уже тяжело бежать. Я прям реально видел, как ты старалась. Вот. Но так и быть, чуть-чуть мороженки я съела. Вот это поваром! Вот я не покажусь. Ну, типа, хотя бы немножечко. Все. Ну что, ребят, я справился. Не могу сказать, что я не наелся. В принципе, я довольно-таки сыр, потому что мы сделали... Небольшой перерыв между третьим и четвертым прием пищи. Ну, а Маша, насколько мы все поняли, прям нормально так. Я вот здесь не справилась, но вот тут я... Ну, на самом деле, если посчитать, мне кажется, что я съела, ну, на самом деле, почти примерно в рацион. Потому что пицца, это тысяча калорий, здесь калорий 400 точно есть. Ладно, ну, короче, нет, все равно. Я съел сегодня в пять раз больше, чем обычно. Вот. И покачала плечи. Надеюсь, мои плечи будут теперь еще больше. Конечно. В общем, ребят, на этой ноте мы заканчиваем наше видео. Вы увидели рацион Маши, вы увидели мой рацион, хотя видели, наверное, тысячу его раз уже. Вот. Что я могу сказать? Маша реально с ней очень сильно старалась, прям до конца шла, как обычно. Обязательно подписывайтесь на ее канал, на инстаграм, ссылочки будут в описании. Вот. На меня тоже можете подписаться, а можете не подписываться. Нет, надо подписаться. Нужно? Да. Обязательно. Там лайк, подписка, вы все знаете, как это делается. Покончик. Вот. Спасибо за просмотр. Всем пока, увидимся в следующем видео. Пока.